Доброго времени суток, кто зашел в гости. Нахожусь я в пригороде Парижа, добраться сюда легко. На третьем трамвае и недалеко есть метро Порт-Орлеан, четвертая линия метро. Нахожусь я возле кладбища, кладбище города Манруш. Семитер коммунал де Манруш. Летнее время работает почти до шести, в зимнее время почти до пяти, где-то без пятнадцати закрывается. Приехала я сюда не случайно. Как на каждом кладбище, кто-то похоронен в Париже, естественно, раз это Париж. А сюда добраться можно на третьей линии трамвая, рядом четвертая линия метро. То есть добраться сюда легко. Здесь есть разные известные персонажи, но в основном они французам, и нашему человеку они малоизвестны. Ну, тут есть один человек, ради которого я сюда приехала. Кто этот человек, я знаю с ранних детских лет. Но я не знала, что он похоронен здесь, в Париже, что к нему легко подъехать. И недавно я смотрела кино с этим актером, и думаю, а где же он похоронен? Когда я его смотрела где, я сильно удивилась, думаю, боже, так мне сюда ехать полчаса. Пару остановок на трамвае, на метро моем и на трамвае еще немного. И полчаса я уже здесь. Так как это пригород, считается по индексу это другой город. Кладбище не очень большое. Можно выписать фамилии интересующих людей, если кто кого-то знает. Но я думаю, что большая часть французов будут для нашего человека малоизвестны. От центрального входа начинаем спускаться по центральной линии. Здесь есть сбоку туалет. Просто так не войдете. На регистрации, при входе, у смотрителей кладбища надо брать ключи. Если хотите походить по кладбищу, не только ради одного человека приехать, то увидите какие-то могилы, памятники какие-то такие странные. Можно в Википедии найти названия и имена людей, кто эти люди похоронены. Вот стоит памятник. Это памятник авиатору. Это находится прямо рядом с входом практически. Когда кладбище открытое, такое на нем не страшно. Можно ходить дневное время спокойно. Итак, Маурис Арно. Пилот-авиатор. В 1940 году он погиб. Ну, самолет, который стоит на надгробе и говорит сам за себя. Ну, и, наверное, все поймут. Командант, пилот-авиатор. Умер за Францию, написано. По ходу прогулки по кладбищу ко мне подошли люди и спросили имя именно того человека, к которому я пришла. Я им показала, где это находится. Сейчас они стоят возле могилы. Я подожду, пока они отойдут, потому что я буду свою историю рассказывать про этого человека. И откуда я его знаю. Ну, вернее, почему я пришла. Рядом находится могила Лина Маржи. Это была певица французская. Ну, так как я оказалась на кладбище, я немножко повыписывала фамилии людей, которых я могу встретить. Я не знала, как долго я буду тут ходить. В принципе, кладбище, ну, прямо не такое огромное. И некоторые могилы, они есть в интернете. Можно посмотреть, если кто-то известный певец, музыкант, ну, что-то он сделал, то это несложно обнаружить. Есть список людей популярных. Но здесь есть человек, ради которого сюда все приходят. И вот женщины удаляются. Я им показала памятник. Сама я отошла в сторону. И теперь я могу подойти и сказать, кто это и почему я к нему приехала. Почти все, кто сюда приходят, приходят именно к нему. Это прямо по центральной аллее. Вот на горизонте вход. Кладбище, на кладбище. Вы спускаетесь по центральной линии, проходите буквально там, ну, сколько, 10-15 могил, и вы попадаете к известному французскому актеру. И при входе на кладбище написано его имя, как найти его могилу, потому что все тянутся именно к нему. Здесь не так много известных людей, популярных, и поэтому все, естественно, приходят к этому человеку. Но найти его проще простого. И его могила так вот, в гробе выделяется посреди простых, невысоких могил, памятников, которые не очень большие. Итак, здесь похоронен известный французский актер Калюш. Многие его знают, но, может быть, не помнят его имя. Я расскажу, кто это, и вы все вспомните этого актера. Это очень известный французский комик, который сыграл в фильме «Бонзай». Сверху покрытие плита так стоит, в принципе. Но солнце светит и отсвечивает, наверное. Но сама могила видна, а гравировка... Из-за того, что солнце сложно показать. Снимаю с разных ракурсов. То есть от входа надо всего минута, чтобы к нему подойти. Напротив его памятника стоит, сзади скамеечка. Еще один ориентир. Ну и рядом вот эта французская певица Лина Маржи. Поэтому найти его будет несложно. Итак, про этого актера, гениального комика, Калюш. Будущее еще маленькое, мне было лет 10. Мы с мамой пошли в кино. Кино оказалось безумно смешное. Я закатывалась от смеха весь фильм. И мама смотрела на меня, я просто заходилась от смеха. То есть не просто смеялась. Знаете, как человек уже чуть ли не падает, заходится от смеха. Когда собака вылазит там из машины, через крышу. Я смеялась везде. Этот фильм, он мне запомнился сразу, как только я его увидела. Это название «Бонзай». Я его запомнила, даже когда я его смотрела, всего когда мне было 10 лет. Сегодня мне 51. Спустя 40 лет фильм «Бонзай» является самым любимым французским фильмом. То есть я его увидела, когда я была совсем маленькая. 10. В 30 я уехала жить во Францию, где живу 20 лет. И сегодня, спустя 40 лет, после того, как я увидела этот фильм, я пришла на могилу к человеку, который сыграл в этом фильме главную роль. И опять люди идут, и сейчас они остановятся. Вот думаешь, сколько они будут стоять, сколько мне ждать. Итак, дядечки, пошли наконец-то дальше. Спросили, вы к нему? Я говорю, да, я к нему приехала. Я специально приехала к этому человеку. И для меня этот человек, ну, как бы воспринимается с какой-то такой историей. Я была ребёнком. Я не думала, что я когда-нибудь поеду во Францию. Мне такое, во, тогда не приходило. Я вообще, наверное, в 10 лет не особо это понимала. В 30 я уехала. Живу здесь 20 лет. И недавно был фильм какой-то с ним. И я подумала, где же он похоронен? И какое было моё удивление, оказывается, он похоронен в Париже. Город называется Монруш. Но это всё пригород, который как бы тут насыпан, как яблоки, как черешни вокруг самого центра Парижа. 5 минут отъехал, индекс другой. Вроде бы как. Но это всё, оно так совмещено, что вы не поймёте. Это только человек, живущий здесь в Париже, понимает, что это по индексу другой город. Но ходит трамвай, ходит метро. Всё парижское. Поэтому приехать сюда не составляет труда. Может, это не всем интересно. Но для меня это ассоциируется и с той жизнью в Советском Союзе, и с моим переездом сюда, и с тем, что я живу здесь 20 лет. С кино, которое я очень люблю. И комиком, который погиб очень молодым. Ну, не был старым человеком, он умер не по старости. Ему было 41 год, когда он погиб. На дороге возле Канн он ехал на своём мотоцикле и Хонда. На дворе был 85-й год. Навстречу ему выехал грузовик, и он влетел в этот грузовик. И таким образом он погиб в 85-м. Но есть предыстория. В 80-м году, когда политическая атмосфера в стране была, наверное, не самая хорошая, он выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он решил баллотироваться на президента. И огромное количество поклонников, наверное, проголосовали за него. Из мужика, из народа. Но была такая информация, что его семье стали угрожать. И через некоторое время он снял свою кандидатуру с выборов. Вообще люди, которые баллотируются или побеждают, по сути говоря, это самовыдвиженцы. Они не выдвигаются от какой-то партии. Левых, правых, ещё как-то. Это самовыдвижные люди. Вот они пришли, захотели что-то поменять. Они из народа идут баллотироваться. И, как правило, эти люди погибают. Когда президент становится какой-то от партии, его двигают, двигают. У него какая-то там лестница его карьерная. И он приходит к власти постепенно. А здесь человек просто из народа, видя такая ситуация, которая ему не нравилась. Он пошёл и выдвинул себя на пост президента на выборах. Ну и на него, видимо, начались наезды. Если такие угрозы были какие-то, то он мог со временем это всё равно озвучить. В мемуарах ещё как-то. Поэтому свидетель хорош тогда, когда он молчит. То, что он снял свою кандидатуру с выборов, это одно. А то, что он мог знать, кто за этим всем стоит, какие фигуры, кто, что. И он мог это рассказать. Наверное, это было кому-то не очень выгодно. Поэтому в случайность, в течение обстоятельств что-то мне плохо верится. Если бы он не баллотировался, я бы действительно поверил в несчастный случай, в случайность. Ну, всё как-то странно оно. В общем, в 41 год он разбился на мотоцикле на Лазурном берегу. Похоронен он здесь, в Париже. Кто любит фильм «Бонзай», может посетить его могилу. Для тех, кто не видел фильм «Бонзай», думаю, таких будет немного, но они могут тоже быть из молодого поколения. Отпадная французская комедия 80-х годов. Наивная, простая, про парочку влюблённую. Он главный герой, и он страховой агент. Он страхует всех, кого только можно. А эти его клиенты, которые он опять и опять находит, попадают в разные переделки. Притом они попадают не во Франции, а в других странах. И он, как страховой агент, должен поехать и забрать их, где они там попали в какую переделку и привезти и доставить во Францию. Каждый раз, когда он за ними едет, с ним что-то случается. А его подруга жизни, она стюардесса, и она летает. И она ему обещает, что всё, больше летать уже не буду. И она его обманывает и летит в свои последние путешествия. Ну, как стюардесса, вернее, она летит по работе. И в конце концов, их дороги там пересекаются. И они видят друг друга, они не верят, что такое может быть. То есть он ей врёт, что он в офисе, она врёт ему, что она в офисе. А они оба летают по работе. Комедия очень смешная, очень наивная, очень простая, очень добрая, очень хорошая. Опять люди подтянулись. Я каждый раз останавливаюсь и жду. Итак, комики и актёр из моего детства, можно так сказать. К сожалению, он не дожил до наших времён. Думается, я только думаю, какие комедии он сейчас мог бы снимать или сниматься. Актёры уже его поколения постепенно уходят время от времени. Он умер в 85-м. Я тоже себя чувствую не очень хорошо. Поэтому я всё чаще и чаще появляюсь на кладбище. А на днях я снимала видео по здоровью и показывала лекарства, как мне доктор выписал 4 упаковки, обезболивающие с опиумом. И всё полгода меня пытаются отправить на сканер, и я всё туда никак не иду, даже не сканер, а магнитно-резонансную томографию. И ложась в эту томографию, можно не только отсканировать, а можно ещё и облучить человека, особенно если у него есть какое-то заболевание. Поэтому выписка для меня 4 упаковок сильнодействующего, обезболивающего с опиумом, с наркотиком, меня немножко озадачила. У нас жарит до 20 градусов сегодня. Люди в куртках выходят. Я тоже вышла в куртки и уже разделась до футболки. Хотела ещё посетить его вчера, потому что ехала на выставки. Но вчера сильно дождило. Я думаю, подождю, во-первых, темно, когда дождь. И лазить по кладбищу, по мокрому кладбищу было неинтересно. Я махнула рукой, думаю, ладно. Но я рвалась вчера, потому что у меня был дивный сон. Во сне я иду, вижу женщину. Ну-ка, я как бы к ней прихожу и говорю, а сколько октав я беру? Октавы, ну, это музыки. Это возможности голосового пения. Сколько я беру музыки, октав я её спрашиваю? Она говорит, ну, вот пой сюда, мы сейчас определим твой диапазон. Потом я ещё куда-то иду. Всё хорошо с диапазоном, но пока ещё голос-то вернуть не могу. Я голос потеряла, и уже месяц я бьюсь над тем, чтобы пытаться его вернуть. И полоскаю горло, и упражнения разные делаю. Но пока голос певчески вернуть не получается, и он не звучит у меня. Но во сне я спрашиваю, сколько я могу взять октав. Дальше я иду куда-то ещё. Ну, концовка сна была совсем потрясающая. Я стою, как вроде как, ну, не пруд, а город. И я вижу это как водоём, и его затянуло льдом, этот водоём. В какой-то момент ещё так видно, что лёд лежит, тонкий лёд. И вдруг я вижу, люди идут в этот водоём этот и начинают в нём купаться. А вода же ледяная. А я смотрю, думаю, господи, они что, больные какие-то? Ледяная вода, я вижу, как вот этот лёд трескается. А они купаются, смеются. А я на них так смотрю, и вдруг я понимаю, что эти все люди уже умерли. И я понимаю, что я стою у кромки этой воды. И если я сейчас встану в эту воду, то я пойму. Или я уже с ними, или я ещё здесь. То есть, или я ещё живая. А если я зайду в воду, как они, и мне будет тоже пофиг всё, то, наверное, я уже в их компании. И я всё боюсь вступить в эту воду, узнать, я ещё здесь, или я уже там. И в этот момент я проснулась. Сон мог быть абстрактный на тему того, когда люди, например, лежат в больнице, делают какую-то операцию сложную. Когда они находятся в реанимации, после наркоза они выходят. И они не всегда могут сразу определиться, где они. Или когда человек лечится от тяжёлого, например, ракового заболевания, и вокруг него люди. В этой же реанимации часть этих людей умирает. Кто-то выживает после операции, после химии, а кто-то не выживает. Иногда в палате лежит, может быть, пять, из них один выживет, а остальные все уйдут. В общем, сон был на тему как раз вот похожую. То есть все люди вокруг заходят в эту воду ледяную, а я понимаю, что она же ледяная, и тут я понимаю, что они уже все ушли. То есть они не совсем живые. А я всё стою, смотрю под ноги, думаю, ступить? И я тогда узнаю, я с ними, или я всё ещё здесь. И я проснулась. И мне сильно вчера хотелось к нему приехать, но из-за дождя я отложила на сегодня. Но сегодня солнечно, лучше погоды, я всё-таки приехала, потому что мне надо сегодня ещё в одно место заехать. И тоже, ну, в общем-то, по этой тематике, скажем так, заказать службу, потому что через неделю будет годовщина, как моя мама умерла. Там, где политика, там всегда какие-то разборки, там большая часть людей погибает, скажем так, не совсем своей смертью. И то, что Калюш погиб, возможно... Ну, как бы это, если бы сделали сразу, когда он баллотировался, это было более очевидно. А то, что это произошло через пять лет, ну, вроде бы, как и не подкопаешься, да? Но это выглядело странно. Он же не сам влетел в какую-то стенку, в стол. Перед ним выехал грузовик. Поэтому это всё как-то выглядит немного странно. Там, где политика, деньги, имущество, там всегда крутятся люди какие-то, которые могут прокручивать махинации, преступления и так далее. 2022 год. В районе Северодонецка у меня жила семья родственников в рубежном. Семья была из пяти человек. Была моя тётя уже не молодая, моя сестра тоже не совсем молодая. У неё был сын и двое девочек, значит, это дети моего племянника были. За пару месяцев до войны мой племянник поехал работать под Киев. Ему было 40 лет. Он был 2 метра ростом, крепкий молодой мужчина. И за пару месяцев до войны он вернулся очень тяжело больной. С началом войны им пришлось на пару месяцев, небольшое время выехать, потому что ракета влетела в соседнюю парадную. И они выехали к родственникам племянницы моей тёти. Племянника положили в больницу, и он там умер в молодом возрасте. Через некоторое время они вернулись к себе в рубежное. Квартира моей тёти была разграблена. В квартире моей сестры все стёкла были выбиты. И жили они, ну, в общем, окна затянули клеёнкой. Через некоторое время умерла моя тётя, и осталась моя сестра одна. А дети, когда началась война, вот дети моего племянника успели уехать в Чехию с своего бывшей женой. Получается, оставалась только одна моя сестра и две квартиры. Она жила в трёхкомнатной с племянником моим, и эти девочки прибегали к ней постоянно. И моя тётя имела двухкомнатную квартиру. И вот этим летом мне наша общая родственница напишала, что моя сестра умерла. Я её спросила, что случилось. Она говорит, я не знаю подробности. И ни мы ничего не знаем, что случилось с моей сестрой. И она оставалась одна и две квартиры. Вот что хочешь, то и думай. Она не была молода, она не была здорова, она была инвалидом детства. Может быть, по болезни реально умерла. А может быть, вот хозяйка трёхкомнатной квартиры и плюс ещё двухкомнатная квартира, и она одна. И эти внучки вернуться не могут, они в Чехии, уже там останутся, уже никогда не вернутся. Потому что их мама, бывшая жена моего племянника, вышла за Чеха замуж и родила от него ребёнка. А дети были несовершеннолетние, и они там получат гражданство. И они уже вряд ли вернутся. Ну, может быть, когда-нибудь приедут гости. Через много-много лет. И так я не в курсе, что произошло с моей сестрой. А через месяц, где-то полтора, она мне приснилась. Едет она в автобусе с каким-то чуваком. Он рядом с ней сидит. А я ей говорю, а ты куда едешь? А она сидит в невменяемом состоянии. Ну, сон может быть абстрактный, но вообще я проснулась, так думаю. Вот даже никто проверить не может. Умерла, не умерла, что, чего умерла. Ничего, никакой информации. Просто вот там знакомые, родственники написали, умерла и всё. И две квартиры. А что хочешь, то и думай. Так от семьи большой в пять человек осталось только двое, а дети до 20 лет ещё. Ещё маленькие. В Чехии сидят. Вообще, когда есть имущество, и у тебя нет большого количества родственников, когда у тебя есть деньги, квартиры и так далее, это всегда стрёмно. И люди уже более старшего поколения, они боятся даже в больницу ложиться, потому что можно лечь, оттуда не выйти. И папа у него, моего папы, видимо, была простата. Я говорю, ну сходи к врачу. Он мне говорит, я не буду ложиться на операцию. Я ему говорю, а кто тебе её предлагает? Кто тебе её предлагает? Ему никто ничего не предлагал. Ну а потом за этим последовал инфаркт. Он сам дошёл на ногах в поликлинику. Его отвезли в больницу. Он шёл на поправку, лежал в реанимации. Тётя в среду мне сказала, что он идёт на поправку. Но в пятницу он умер. Итак, что на кону стоит? На кону стоит имущество, моё имущество. И я тоже не совсем здоровая. Хожу по врачам. И меня всё пытаются на сканер полгода отправить. Потому что проблема с головой, с памятью. Ну и разные ещё другие проблемы. А я всё никак не иду туда. Так что в 50 лет я стала чаще приходить на кладбище, смотреть на этих людей, которые здесь похоронены. Которые ушли иногда в молодом возрасте. Чаще об этом, наверное, задумываться. И меньше бежать за чем-то материальным, которое ты никогда с собой никуда не заберёшь. Ну не так, как все в молодости. Ещё, ещё и ещё. Тут уже думаешь, а кому это ещё останется? Кому? Для кого? Поэтому как бы вот это уже нету такого. Ещё, ещё, быстрее, быстрее. Не успею, не успею. Ну не успеешь, и что дальше? Ну не успел он, наверное, много чего сделать. И что изменилось от этого? Здесь не кладбище Перлаше. Сюда люди приходят, но не в таком количестве, допустим. Как на Перлаше, на Монмарт, на Монпарнас. Вот для меня это человек, конечно, это воспоминания из детских лет. Это моя самая любимая комедия, которую, ну вообще, я пронесла через 40 лет. 40 лет прошло с того, как я первый раз её увидела. И до сих пор «Бонзай» для меня самый любимый французский фильм. От Калюши я пройдусь немного мимо вот этой актрисы, спущусь, посмотрю. У меня есть ещё имена других людей, но они не так известны нашему народу, чтобы их озвучивать. Но если вы здесь окажетесь, тут есть ещё могилы известных людей, но они все французы. И если кто особо не знает французской истории, музыканты, актёров, единственное, какой-то памятник такой необычный может вас заинтриговать. А ещё он основал сеть ресторанов, которая называется «Ресторан Дюкёр» «Сердце». Вот, когда люди скидываются... Кстати, на памятнике меня видно, наверное, я отражаюсь. Деньги дают, продукты питания, одежду для бедных. В общем, он открыл сеть такую, как бы, ресторанную, чтобы кормить бездомных и малоимущих. И по сей день это функционирует. Есть вот тут табличка с этим рестораном, немного отсвечивает. И эти рестораны можно увидеть по всему городу, они есть, существуют и работают. Под его именем каждый год проходит сбор средств. На телевидении проходит большой, огромный концерт, где выступают почти все французские певцы и знаменитости. И они собирают средства, помощь как раз вот бедным. Это по сей день тоже функционирует. А основателем был он в начале самом. Он был из бедных людей, из бедного класса. И такой он клад внес. Пройдусь по центру, лазить по окраинам не буду. Если кто-то встретится из того, кого я видела в интернете, то озвучу. Если нет, по краешкам кладбища лазить не буду. Хотя оно открытое, но в принципе тут особо искать некого. Неудобно нету центральной аллеи. Только маленькие вот такие вот переходные какие-то аллейки. Нашла я одну аллею по центру. В общем, прямо так никого не вижу. А выискивать, ходить между рядами тоже не хочется. Это долго искать. Поэтому я, наверное, двинусь по свояси. Вот есть математик Карла Бурле. Тут написано Пионер де Леспиранта. Меня, наверное, уже третий спрашивает, где Калюша. Я здесь не родилась, я им всем показываю. Они все французы. Не перепутайте, вот тут тоже есть такой постамент, очень похожий. Но это не он, а он находится. Вот там люди идут, все к нему идут. Немного их, но они все идут к нему. Итак, это была прогулка на кладбище Монруш, пригород Парижа. Вот эта могила очень похожа. Не перепутайте, как я сказала, с Калюшем. А Калюш там вот похоронен возле машины. Там люди сейчас толпятся. Ближе к центральной линии спуска. И тут написано, где его найти. Калюш 66-67. Для ориентира возле кладбища есть Скоростная. Вот такой вход. От трамвая берете авеню Де Монруш. Идете по ней, никуда не сворачиваете. С одной стороны будет сквер, с другой стороны будет стена кладбища. И вы выйдете как раз на центральный вход. Метро 4 Нью-Орлиан.